Ты наблюдаешь за тем, как летит граната. А для тебя я подготовил вот этот вот скинчик. Тебе нужно перестрелять. Это называется отчасти Стрейв. Но теперь давай разберём, как заходить на Аплэн. Хей, здорово, дружище, с тобой Серёга Сайбербанана. И в этом видео я тебе расскажу, как научиться играть в Counter-Strike. Я знаю один крутейший лайфхак, который через пару часов тебе поможет просто выстрелить по скиллу Х2, а может быть даже и Х3. А через пару дней ты просто станешь профессионалом. Ну, почти. Поэтому с тебя лайкусик, подписочка, колокольчик. Начинаем. Там дальше. Розыгрыш. А перед началом ролика давай подведём итоги вот на этот вот скин. Годная тема, да? Нужно было на прошлом ролике писать комментарий, подписаться и поставить лайк. Окей, давай нажмём на кнопочку старт и посмотрим, кто из нас, может быть из вас, победил в этом розыгрыше. Окей, погнали. И победителем у нас становится Денис Валцев. То чувство, когда выиграл Юсп. Денис, я тебя поздравляю. Просто красавчик. Всё, что нужно сделать, это тебе написать мне ВКонтакте и подтвердить, что это твой YouTube аккаунт. И я тебе этот Юсп переведу. А для тебя я подготовил вот этот вот скинчик. Всё, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И всё. В понедельник уже подведём итоги. А теперь давай научимся играть в Counter-Strike. Итак, первое, что нам нужно сделать, это зайти в мастерскую Counter-Strike и написать именно вот здесь в поиске Юпраг. Дальше Enter, после чего ты попадаешь вот на такую страничку. И выбираешь теперь ту карту, которую ты будешь тренировать. Возьмём, к примеру, Мираж. Должна стоять галочка, если нет, ты просто ставишь её. Окей, мы в Counter-Strike. Теперь надо нажать Play, после чего выбрать карты из мастерской. И дальше выбираем Юпраг Мираж. Но если ты выбрал другую карту, залетай в неё. Теперь мы на карте, надо нажать пробел, после чего ты появляешься в лобби, где есть куча тренировочных процессов. Начиная от защиты, заканчивая флешками или просто полётом по карте. Окей, начнём с самого первого, либо справа-слева. Давай начнём справа. Но сначала поставь вот этот вот прицел. Он делает тебе показ твоего разброса пуль. Вот это Юпраг, вам за это огромнейшее спасибо. Просто красавчики. Поехали, сначала просто пройдёмся по полёту. Нажимаем Play, выбираем абсолютно все гранаты и прыгаем в серединку. После чего мы появляемся на карте. Расскажу более подробно. Эта карта предназначена для того, чтобы видеть, как летают твои гранаты. Например, тебе нужно кинуть смок в окно. Ты целишься и после чего кидаешь смок. И смотри внимательно, ты наблюдаешь за тем, как летит граната. Я считаю, это очень годно. Правда, у меня немножко кривой смок был. Но суть как раз и в этом. Ты посмотрел, что не так, и начинаешь контролировать в правильный полёт. Например, ты не знаешь, как толком летит в Андер отсюда смок. И теперь, благодаря вот этому полёту гранаты, ты уже точно понимаешь, куда он летит и зачем он летит, и обо что он спотыкается. Годно? Годно. Окей. Поехали смотреть следующий этап тренировки. Чтобы вернуться обратно в лобби, нужно написать Back. Пишем Back. И ты уже тут. Теперь давай разберём флешки. Залетаем сюда. Также особо ничего тут не меняем. Это нам не нужно. После того, когда появился на карте, просто нужно сопоставить себя с этими перекрестьями. И дальше просто бросаешь. Написано Stand and Throw. Это значит, что стой и кидай. Окей. Зафлэшил яму? Отлично. Нажимаешь пробел, и ты снова здесь. И теперь, чтобы продолжить смотреть следующую флешку, тебе нужно написать Next. Следующая флешка. Очень интересная, кстати. Показано встать в угол. И просто шагом вперёд. Написано Step and Throw. Значит, шаг вперёд. И бросок. Хлоп. И флешишь как раз палас. Я считаю, годная тема. Окей. По флешкам ты понял. Если тебе надо назад вернуться, ты также пишешь слово Back. Годно? Годно. Поехали смотреть теперь про молотов. Также подлетаешь, нажимаешь Play, особо ничего не меняешь и прыгаешь в серединку. И теперь вот тебе тут показывают, как надо правильно вставать и как правильно кидать. Видишь, я чуть-чуть криво встал, а вот так вроде-ка ровно. Да. Тоже опять стой и бросай. И куда этот молотов летит? Этот молотов летит между. Очень годная тема. И таких тут несколько разных способов. Допустим, напишешь Next. Опа. Куда? Уже под палас. Окей. Куда надо встать? Запоминаешь позиции. Я считаю, это вообще очень годная тема, где тебя реально учат бросать молотов в смоке. И не надо, а то меня просите постоянно. Дружище, расскажи, как кидать смок сюда, как кидать флешку туда. Вот, ребят, заходишь на Юпрак, и тебе всё показывается. Надо нажать вперёд и кидать молик. Поехали. Понял? Ты уже научен. О, годнота. Я считаю, это реально круто. Также нажимаешь Back и возвращаешься обратно в лобби. И давай теперь пройдёмся по смокам. Нажимаешь Play и прыгаешь в серединку. И вот тебе уже показывают интересный один смок. Нужно встать сюда. Нужно нацелиться вот наверх антенну. В принципе, всё показывает. И написано, стой на месте и кидай. Стоим на месте и бросаем. Этот смок летит на старт. Круто. Да, реально круто. Также прописываешь дальше опять Next и смотришь следующее. Это мы знаем, как бросается, поэтому сразу пишем Next. Подыскал, ребят, вам интересный смок, а именно в коннектор. Давай посмотрим, как он бросается. Вот отсюда. Интересно, а куда встать надо? А, а самый уголочек. Целимся на уголок. Встаём. Показывает нам сюда. Нужно стоять на месте и бросать смок. Примерно ориентировочно между вот этими двумя балками. Просто запоминаем это и просто кидаем. Давай посмотрим, как этот смок летит. Бля, как он слышит. Ничего себе. Очень интересно. Очень достойно. И смок. Ты посмотри. Годная тема. Окей. В принципе, ты понял. Погнали смотреть следующую тренировку. Ну, а теперь всеми любимый Prefire. Что это такое, сейчас расскажу. Выбираем калаш и прыгаем в середину. Тут показано, как правильно заходить на А-плэнт. Не важно, на Б-плэнт. Ты будешь сам выбирать в будущем. Если напишешь Next, это уже серединка. Будет нам еще Next. Это будет Б-плэнт. Ну, теперь давай разберем, как заходить на А-плэнт. Нам показывают, как нам нужно двигаться и где примерно стоят оппоненты. То есть, ты знаешь, это уже называется Prefire. Ты, значит, изначально примерно начинаешь сразу стрелять сюда. Отлично, забрал. Теперь ты знаешь точно, что где-то далеко за Астерсом находится еще оппонент один. Забрали. Увидел еще одного. Так же забрал. Что-то не... Патрончики не летят. Ну, забей. Теперь ты сразу понимаешь, что где-то на Астерсе тоже есть. Это сначала ты должен довести до автоматизма. И на будущее, когда ты будешь играть Counter-Strike, ты будешь уже примерно понимать, где какие позиции находятся. То есть, понял, да? Я считаю, это очень годно. Ну, это тренировка, пацаны. Что вы хотите еще? Годно, Prefire, круто. И ты понимаешь, что во всем плыту тут целая куча позиций. И ты уже точно знаешь, какую первую позицию тебе надо проверять. Погнали смотреть следующую тренировку. Там очень крутая тема. Поверь мне. Эта тренировка называется Пик. Окей. Залетаем сюда и прыгаем в серединку. Все, что нужно сделать, это ты уже примерно, когда потренировался на тех позициях, ты примерно понимаешь, что где-то есть здесь, где-то там и там. То есть, примерно ты смотришь, опа, увидел его. И теперь ты должен пикнуть первее его, чтобы он тебя не убил. На примере там сейчас, ну, предположим, что стоит АВП. И тебя контролит. И теперь нужно его тебе как-то забрать. И ты Prefire начинаешь убивать. Отлично. Сейчас похожая ситуация, только наоборот. Тебя пытаются с АВП, с ямой пикнуть, и тебе нужно перестрелять. Это называется отчасти стрейф. Окей, погнали. Хлоп. Не попал. Еще раз. То есть, считай, примерно я уже проиграл. Это обидно, конечно. Хлоп. Еще Prefire я забрал. Отлично. Еще раз. Похожая ситуация, но, скорее всего, теперь будет на стерсе. Опять стерс смотрим и забираем. Отлично. Теперь похожая ситуация, только наоборот. Это очень хорошо тренирует тебя на будущее, когда ты остаешься один в один в клатчах. Ну, либо же просто тренировать твои стрейфы. Окей, погнали. Хлоп. Забрали. Отлично. Теперь примерно где-то около, скорее всего, сигареты. Чум. Да, отлично. Теперь наоборот. Точно так же. Оп. Годная тема. Тренируйся, дружище. Ну, и поехали теперь смотреть заключительную и крутую тренировку. А именно, Defense. Что такое Defense? Сейчас расскажу. Также нажимаем Play и прыгаем в середину. Именно здесь тебе нужно просто обороняться и отстреливаться. Допустим, например, твоя рабочая зона, где ты именно играешь, это под паласами. И все, на тебя бегут боты, ты просто их отстреливаешь и максимально для себя выбираешь нужные позиции. Очень годная тема. Хорошо заменяет ДМ и даже просто разминку перед началом игры в ММ, либо где-нибудь на Фейсите, ИСИ и прочего. Я считаю, я вам показал максимальное быстрое обучение, где ты можешь за пару часов действительно понять свой скилл. Это еще 64 тикрейт. Тут также можешь поставить 128 тикрейт, либо также ты убрать подсказки, либо добавить подсказки какие-то еще. Кстати, не забывай про вот этот вот розыгрыш. Годная тема, согласись. Все, что нужно делать, это писать комментарии, подписаться, поставить лайк и пригласить одного друга. Ну все, я с тобой прощаюсь. Давай, пока-пока. Посмотри вот это годное видео. Там тоже очень интересно.